Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что нам посоветует Таро на завтра. Что же важно для вас завтра. Основное, что я здесь вижу, завтра будет очень много новостей, будет очень много известий. Завтра будут приходить ответы на ваши вопросы. Если кого-то интересуют какие-то судебные дела, дела, связанные с кредитами, с судами, дела, связанные с какими-то проектами, вы завтра получите уже какие-то известия, какие-то новости. Также по этой карте. Если вы в чем-то не уверены, не принимайте поспешных решений. Тут карта быстрая, и, соответственно, будете спешить. Спешить не надо. Спешка вам помешает. В начале будьте уверены в вашем решении. Будьте уверены, что вы знаете, что дальше делать, и только тогда принимайте решение. Это больше всего, конечно, я вижу, связано с работой, карьерой и бизнесом. Если говорить о межличностных отношениях, тоже. В принципе, то же самое. Но не делайте поспешных выводов и не рубите с плеча. Вы, по тому, что я вижу, скорее всего, вы не правы, и не важно, или вы мужчина, или вы женщина. В принципе, это еще и встреча. Это рыцарь мечей, ой, мечей, простите, жезлов. Это мужчина старше сорока, рыжеватый цвет волос и темный цвет глаз. Мужчина очень открытый, мужчина яркий. Мужчина, который способен на подвиги и всегда говорит то, что он думает из-за этого. Иногда его считают конфликтным. Вот с таким мужчиной может вас ожидать встреча. Может, кто-то узнал своих друзей, знакомых, а кто-то и своих партнеров. Сейчас я сказала уже о девочках. И могу сказать, что какая-то помощь, какие-то новости придут от этого мужчины тоже. Давайте посмотрим, что же еще нам посоветует карта на завтра, на следующий день. Вы знаете, вот я не зря вам сказала, не спешите делать поспешных выводов, не спешите принимать поспешных решений, если вы не уверены, потому что вам действительно что-то мешает, что-то будет мешать. И это не извне, а именно внутри, потому что если вы сделаете ошибку, то может быть такое, что все придется переделывать или начинать опять сначала. А это уже время, это уже ресурсы, и, соответственно, это ваше внутреннее состояние. Помните об этом. Также могу сказать, что завтра начнет меняться что-то. Будут уже идти какие-то перемены. Для тех, кто хочет поменять работу, вы знаете, что вы настолько этого хотите, что и боитесь, вот тут я вам сказала, неуверенно и боитесь. Вы настолько этого хотите, настолько этого боитесь, что может еще прийти ваше освобождение от ненавистной вам работы через увольнение. Если вы этого не хотите, если вы все-таки не хотите увольнения, я всегда говорю, в любом труде, в любом творчестве, в любой работе надо находить что-то позитивное и вдохновляющее. Тогда работа перестанет быть обузой и у вас не будут возникать такие ситуации. Кто-то или что-то завтра отойдет от вас. Не бойтесь, это нужно вам. Тот человек или та ситуация, которая уйдет, она освободит вас, освободит вас от неуверенности и даст вам больше возможностей. Еще один совет. Ну, еще один совет, что действительно все, что будет происходить, на благо вам, это девятка кубков, это радость и это удовольствие. Вы будете довольны результатами того, что будет происходить, хотя день будет неоднозначный. Но итог дня прекрасный, поэтому будьте готовы, что-то будет меняться, что-то будет уходить. И самое главное, не спешите, не рубите с плеча. Субтитры сделал DimaTorzok